Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел. Мы продолжаем прохождение игры сингулярности, по-русски говоря, сингулярность. В предыдущей серии, насколько вы помните, мы невероятными усилиями, показанными нам в катсцене, подняли вот этот вот замечательный сухогруз. И теперь... Теперь нам надо, я так понимаю, трюм найти. Задний грузовой отсек. Ну, по-русски говоря, трюм корабля. Там у нас в корабле лежит бомба Е-99. И, скорее всего, если мы восстановили весь корабль целиком, то и бомба у нас не в разложившемся состоянии. Ну да ладно. Насколько вы помните из предыдущих серий бомба Е-99 у нас... В этой альтернативной истории, которую мы же создали, разнесла всю Америку. То есть, вообще непонятно, каким чертом мы... Наш герой американец. Каким чертом он остался жив и до сих пор здесь? Вообще, в каком он времени живет? Так, ну да ладно. Так, а что... Как бы там ни было, мы уже столько всего натворили, что мне уже страшно за себя становится. Капитан, учтите, МВП действует на большие объекты вроде кораблей лишь короткое время. Судно снова уйдет под воду. Хватайте бомбу и как можно скорее уносите оттуда... Ой! Фьет! Слушай, накренилась уже на... Левый борт! Что за беспредел? Так. Ага, снова ты. Ну давай, дружок. Поговори. Ага. С предыдущего раза, как мы с вами виделись, вы, моп-то, особо не разжились, я смотрю. Так. Туда, да. Следы... Непонятного 45-го размера ведут туда. Айк. Вот это вот... Вот это вот... Это иглы? Игломет. Это реально же, это не иглы. Капсулы какие-то. Так, у нас судно уже накренилось, причем... Причем, как-то оно у нас странно накренилось, на самом деле. Груз. Это очень ценная информация. А я думал, тут шашлычница. Ну ладно. Да. Блин. Не, ну у нас вообще уже нереально кредит на левый борт. Я уже... Я уже боюсь туда подходить. Там, наверное, уже все отгонило. И вообще, почему-то вот сразу-то не мог сказать, что это временный эффект. Спасибо. Ничего не напоминает, друзья? У меня лично Сайлент Хилл напоминает. Да, без проблем. Кстати говоря, напомнил Сайлент Хилл именно почему-то третью часть. Не знаю, с чем бы это связано. Я, в общем-то, всегда вспоминаю либо третью, либо четвертую. Я... Когда я их... Эм... Шедеврами-то не считал. Скорее уж, первая, вторая. Так. Он утопил судно все эти... Люди мертвые. Он уничтожил. Уничтожил. Ну ладно. Все эти люди... Уничтожили. 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 Читая. Читая уже все... Все слова, какие знал, как читается, уже все забыто. Так, помню, конечно. На слух-то поймут. Вы там придурки или как вообще? Как бы я тут... Иди, что ты... Что творится-то, а? Что, иди, тормоза за каким-то... Так, ну куда глупо прорываться? Давайте в вентиляцию. Так, куда закрыт, моя... Нет-то. А-а-а... Пусто. Ладно. У нас там вертолет висит. На подхвате. Так. Э-э... А, ты головой обстил... Это-то, потолок бьешься. Ну да, здесь бы мы не прошли. Так. Технологии есть? Нету? Есть. Даже без них. Отличная. Нас еще на одно улучшение, наверное, хватит. Опять флешбек. Или эхо времени, как здесь правильно это говорится. Тут совсем что-то плохое творилось. Так, это у нас... Пир. Да. Значит, ты что? Э-э... Я так понимаю, это... Экипаж? А это... Где он находился? Ну, такая схематичная... Картинка. Довольно-таки. Слушай, а. Ух, у нас карта прям в пипел превратилась. А вот это нет. Так, слушаем. Личный дневник 22 ноября 1955 года. Мы приняли на борт предмет, который доктор Демичев называет бомбой Е-99. Неприятно держать такое в трюме. Бомба не прошла испытания. Она опасна. Я приказал офицерам не подпускать никого к трюму. Надеюсь, море будет спокойным на обратном пути. На обратном? А, то есть ты... То есть ты думаешь, что... Сейчас будет хорошо, да? Ну ладно. Точнее, нет, ты думаешь, что сейчас... Проблемы будут тебе пофигу, а потом тебе надо, да? Спокойный путь. Нет, дружок. Кстати говоря, по его дневнику понятно, что эта бомба была первая, а вторая уже разнесла Америку. Мечту. То есть исполнила мечту каждого... Участника. Так. Детекса мед. Что такое? Детекса мед. Для броска обычной осколочной гранаты нажмите мышь один. Для запуска управляемой гранаты удерживайте мышь-2, а затем мышь-1. У меня управление... Я подарю. Опустите мышь-2. Гранатомёт используется, помимо... Так, нет, я не согласен. Во-первых, если уж делаем перестановку, то вот так. Ну, офигеть. Записка. У нас там кто-то ходит. Читаем. Григорий говорит, что капитан запретил заходить в кормовой отсек. Там какая-то новая бомба, которую нужно доставить в Москву. Вот бы на неё посмотреть. Так, ну как обычно. Ослушались приказы капитана и... Так, Валькирия, Волк, автопушка, игломет. Спасибо вам, Детекса мед. Так. Ну, у тебя урон-то никакой, на самом деле. Вообще-то боезапас вот одной гранаты не хватает. Я же вроде не выпускал, ещё не одну. Так, как бы там ни было. У нас хватит. У нас хватит. Отлично. Всё. Теперь за Валькирию я спокоен. Теперь будем прокачивать. Так, что я хотел. Вообще я хотел дробовик прокачать дальше. Нет, хотел снайперскую винтовку, потом уже дробовик. Фу. Подожди. А, то есть... Друзья! Давайте жить дружно. У нас там технология оружейная. Так, а если... Так, давайте-ка отойду. Если это... А, то есть ты не взорвёшься пока... Ну, отлично. Так, а если вот так? Тоже нет? А... Отлично. Чё там делать? А, то есть вот... Такими путями можно пройти. Ну, нормально, да, вообще? Вот как сюда можно было бы... Додуматься, забраться? Нормальный человек в нормальном уме не догадается. Мне кажется... Так, у нас там технология, а, как нам попасть, да... Так, нет... Привет из... Фоллаута. У нас тут дверь. Ай... Блин, жалко, жалко. Сейчас бы потратил это... Снайперскую винтовку. Блин, а... Прям... Заставляют. Нет, я... Я хочу как-нибудь до нее добраться. А, без толку. Петли не состарить. Дверь не состарить. Хотя корабль восстановился. Странно-таки. С Е-99. А простую дверь составить мы не можем. А, у нас тут товарищ. Отлично. Слушай, ты... Они, знаете, на кого похожи, когда летают? Э-э... Я сейчас слепин в Доксу, параллельно играю для себя. Э-э... Сразу хочу сказать, на канале, скорее всего, в ближайшее время этого прохождения точно не будет. Э-э... Ну, или как... Как бы сказать-то получше. Ну, слепого-то точно прохождения не будет, потому что я уже начал играть. А, собственно, что я хочу сказать. В игре оптимизация, ну... При том, что эта игра, как бы, на уровне... Как бы сказать-то... На уровне тех же, вот, GTA-клонов. Ну, вы понимаете, о чем я. Но, как бы, на GTA-клон она тоже не сильно похожа. То есть, по большому-то счету мы там на своих два... На свои эти... Боевые мостолыжки можем только рассчитывать. Ну, в большинстве ситуаций. Ну, как бы, там у нас есть небольшие RPG-элементы в той игре. Что я хочу сказать. Прохождение пока что... Ну, если кто-то ждет, то вряд ли будет. Возможно, попозже. Но уж точно не сейчас. Нет, я не готов такие игры сейчас проходить, на самом деле. Тот же Saints Row может быть, но... Пока нет. Пока играем, что есть. Так. Дружок. Не надо. Я говорю, не надо. Так. Так, придурки, я же вас, можно сказать, спас. Вот тебе я и на пенсию за это пора. Будем надеяться, пенсия у тебя маленькая и дешевая. Потому что ты ничего ты в своей жизни не заработал. Да. Люблю быть плохишем. В таких играх. А, у нас тут флайер. У нас тут... Кстати, нам наголо-то не упадет? Так. Окей. Вот так. У нас теперь 6 аптечек и 6 этих хреновинок батареек. Щелочных, солевых. Дешевых. Тихо. Чё, ты помнишь наружу? Козырина такая. У нас уже, видите, уже корабль раскачивается. Он в порту стоит. Да, то есть, если бы мы сейчас в море находились, надо забавшим кислору. Маленькое о кораблях я все-таки знаю. Такие как-никак. Приемственность потом... Потомственная приемственность в семье есть. Как-никак все, кто служил, все в морфоте. Так. Идем вперед! Вы в моруке! Дайдите, не приспелите ему! Граната! Развет на боях! Да. Это было совсем уж чительно, по-моему. Ребята, вы и так не считаете. Но зато, с другой стороны, в игре появилось какое-то подобие тактики. Это, по-моему, хорошо. Потому что вот такие толпы врагов убивать, мне уже порядком наскучило. Так. Чувствуешься, я не знаю, каким-то Шварценеггером. Ну, отлично! У нас сейчас корабль, я так понимаю, все. Ему край пришел, да? Все-таки Барисов нам в последнюю секунду сказал. Так. Тихо. Фига себе, ты еще и живой. По идее, и газы был. Когда рядом с человеком взрывается, человек это не остается. Ну, ладно. Так. О, рыбка. Рыбку ели. Жарили. Я вам жареную рыбку сделал? Или копченую? Скорее всего, копченую. Вряд ли она успела зажариться. Так, ладно. Не можем. Так, а тут у нас уже вода. Так. Очередной. Флэшбэк. Отлично. Отлично. У нас теперь хорошо, что этот флэшбэк будет с рыбкой. С черепами не влезаю, бьют. Так. А, там. Ну, ладно. А, помощь! Гонят! Что? Откройте дверь! Откройте дверь! Ну, ладно. Ух ты. Ну, всё. Всё, этому кораблю уже край. Второй раз мы его причинить судя по всему уже не сможем. Хотя... Если запастись краской, терпением ещё чем-нибудь, то вполне возможно. Так. Нам туда. У нас тут оружейная технология. Поэтому я иду сюда. Им плевать. Если даже сейчас кто-то из-за спины выскочит. Убью к чёртовой матери. Так. Так. Отлично. Ну, здесь она нам не с толку. Но, я думаю, заслужит нам в итоге хорошую службу. Так. Жалко, мы ещё вот ту технологию пропустили. Ну, всё. Всё. Видите, у нас уже вода по трубам потекла. Всё. Тихо. 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 А. Да какого вы тут вообще делаете-то, придурки? А. Ну, вот вы видите. То, о чём я говорил. Блин, если в первый раз было понятно, что там надо действовать по-тихому, то здесь уже непонятно. Ну, сам понимаете, когда... Так, броня уменьшает уменьшение урона в дальнем бою. Успользуйтесь технологиями Е-19 в любом модернизаторе. Совершенственное тело. Отлично. Слушай, мне нравится. Приказ капитана. Вход в кормовой и грузовой отсек строго запрещается. На борту находится опасный военный груз, который необходимо доставить в целости и сохранности. В ближайшее время... Эм... Будут назначены дежурные по отсеку. Обязанность дежурного проверять груз три раза в день. А также в любое время по моему требованию. Во благо Родины. Эм... Продолжаем. У нас тут уже все. Кораблю настал край. Так, еще слепцы есть. Видите, они... Зараза опасной твари. Судя по всему, тогда мы... Хорошо, что... Мимо них прошли тихо. Сволочи. Это... Это... А, это... Глана, без комментариев. Если это огнетушитель, то... То все. Эм... Без комментариев. Я даже уже просто не хочу такие... Вот такие вещи комментировать. Потому что это уже все. Это дикость. Если разработчики позволяют себе вот такие вот... Приколы, то это все. Это дикость. Так... А, у нас здесь еще есть. Отлично. А то они нас маленько покушали. Записка. Дорогая моя Аня, мы скоро покидаем каторгу. Второй раз за это время. За все это время. Еще два рейса, и мне дадут отпуск. Жду не дождуть, когда мы увидимся, я расскажу тебе об этом острове. Не поверишь, чем они тут занимаются. Люблю Тимур. Я так понимаю, Аня тебя не дождалась, да? Ну ладно. Кстати, Кэтрин там, как у нас? Ее предыдущий раз пытались похитить, но... Как вы помните, по-моему, позапрошлой серии, да. Кажется так. Ой. Придурок! Ты меня чем облил-то своей болевотиной? У меня же здоровье все отнялось. Нашего героя, видимо, как у... Дюка Нюкена. Самообладание тает на глазах. Будем надеяться, что он всех из-за этого не замочит. Хотя... У нас тут полипы, кораллы. Офигеть. Не, ну, конечно, да. Против вас-то, конечно, дробовик бы пригодился сейчас. Очень сильно. Что-то я зря его не взял, наверное. Пожалею о своем решении. Так, очередной флэш. А, то есть ты дверь даже закрыл. А, ну туда. Ну и сейчас я туда войду, и... И что вы думаете? Нет, я не выиграл лотерею национальную испанскую. Я всего лишь... Удостоверюсь в том, что сейчас будет скример, и сейчас... Ну да. Что-то в этом роде я ожидал. Скорее всего, сейчас будет продолжение... Этой киноэпопеи. Скример 2. Подлечимся. Наша правая рука... Очень сильно болит. У нее там уже... Трехслойный, там, не знаю, трехметровый... Слой пластыря. И бинта. ...средневник, 22 ноября 1955 года. Сегодня вечером ко мне подошел Роман, весь испуганный. Он сказал, что емкость с бомбой Е-99 светится. Я решил осмотреть лично. Действительно, от контейнера исходит странное оранжевое сияние. Я тут же связался с Демичевым. Он меня успокоил, сказав, что это из-за Е-99. Он утверждает, что бомба безопасна для перевозки. Ну что-то я сомневаюсь. Так или иначе, мы отчаливаем утром. Нафиг, снова нельзя. Ну ладно. Как бы там ни было. Видимо, тебе на свою жизнь наплевать, да? Ну да ладно. Давайте, знаете, на этом пока завершим данную серию. Хотя нет. Да, хотя... Нет, хотя да. По времени уже всё. Времени. Вот так и получается. Ну ладно. Как бы там ни было. Ставьте пальцы вверх, если вам нравится это видео прохождение в целом. Ставьте пальцы вниз, если не нравится то или другое. Ну может быть, даже если вместе не нравится. Хотя, если и то, и другое не нравится. То есть, минус там, минус здесь, получается в плюс. Как в математике. Значит, вам в любом случае придётся поставить лайк. Как бы там ни было. Что хочу сказать. Ну в следующей серии уже пойдём, скорее всего, за этой бомбой. Видимо, на своём горбу её понесём. Потому что вертолёта лично у нас нету. Но если только, конечно, мы его не украдём. Или Катюха не украдёт. В чём я уже не сомневаюсь на самом деле. Ну да ладно. Как бы там ни было. С вами был Павел. Всем всего хорошего. Спасибо всем за просмотр. Ну и пока.